Привет, ребят! Рада видеть вас на своем канале. Спасибо, что открыли это видео, спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня я хочу с вами заполнить разворот моего нового ежедневника. Это первое видео такого плана на моем канале, но, признаться честно, я могу залипнуть на всяких таких видео подобных о ежедневниках на пару часов. Поэтому я тоже решила снять. Может быть, кто-то тоже любит такие видео. Тем более, хороший повод начало февраля, тем не повод, начало месяца, поэтому будем заполнять. И стоит признаться, что вот мой предыдущий ежедневник, посмотрите, просто какой он потрепанный, и он ничем, в принципе, не выделяется, в нем просто царит какой-то хаос. Я... Оу! Вот, например, один из месяцев, и вот чем отсвечивать. Нет никаких рисунков, никаких наклеек и чего-то подобного. У меня такое самое посредственное заполнение ежедневника, ничем не отличается от какой-то тетради, там, где везде просто хаос какой-то творится. В новом ежедневнике я, как обычно, буду делать разворот только на один месяц, потому что я, в принципе, не нуждаюсь в еженедельном расписании или каком-то каждодневном. И еще раз в студию мой ежедневник. Это Bullet Planner. Он так называется. И я его покупала в Тайгере. Это обычный блокнот в точечку. Мне хотелось попробовать именно в точку. Ну, я надеюсь, вам видно хотя бы что-то. В общем, этот блокнот в точку, и мне очень хотелось попробовать его, потому что предыдущие были в линию. Нет никаких нареканий, но хотелось попробовать чего-то нового. Он чист, пуст, не испорчен. Сейчас мы это, конечно же, исправим. Хочу тоже сразу сказать, что я не какой-то художник, и тем более я не занимаюсь каким-то леттерингом. Два года художественной школы прошли мимо меня, поэтому, в принципе, у меня каких-то навыков просто ноль. Я просто надеюсь, что вам понравится, что вы как-то расслабитесь. Может быть, у вас какие-то мои попытки нарисовать что-то или написать как-то красиво вдохновят. И давайте, наконец-таки, начнем. Если мне будет очень стыдно за это видео, я его, конечно же, не выставлю. Итак, ну что, вот мой блокнот вблизи. Он такого красивого желтого цвета. Я не знаю, передается ли этот желтый на камере. В общем, внутри он просто в клетку. Я думаю, видно. Стоит, наверное, еще тоже заметить, что у меня нет никаких наклеек, маркеров и всего такого для оформления ежедневника, как у всех остальных, кто снимает такие видео. Но у меня есть вот такие вот разноцветные тоненькие ручки, и я постараюсь что-то с ними придумать. Обычно я использую обычную синюю вот такую вот ручку. И это одна из моих любимых ручек. И карандаш, который я забрала в касторами. Все, мои богатства канцелярские закончились. И давайте, наверное, приступим к самому оформлению месяца. Я оставила себе несколько пустых листов просто для каких-то своих там списков. И написала карандашом название месяца, как я представляю, что оно будет выглядеть. И я надеюсь, что это будет выглядеть симпатичнее, чем сейчас. Поэтому давайте приступим к этой надписи. Так, вот что получилось. И скажу честно, этой ручкой она очень тоненькая, слишком тоненькая. И ей вообще неудобно заполнять все это пространство. Поэтому я больше на такое не решусь без специального маркера. И, как вы видите, я не профессионал. Поэтому здесь тоньше, здесь толще. И, в принципе, не симметрично написала. Но, как бы, ладно. На первый раз прощу сама себя. Может быть, здесь добавить год? Написать? Мне кажется, это как-то исправит ситуацию. И здесь напишу календарь. Я так обычно делаю. И потом мы будем с вами дальше заполнять. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok канал мне может быть не совсем нравится как я это написала криво косо но это первый такой активный месяц я пыталась как-то его украсить в общем с этой стороны календарь название месяца и год здесь я буду писать даты которые мне будут нужны например когда у меня вылет или когда мне нужно сделать чекин потому что я могу забыть или когда я буду выкладывать видео тоже здесь все будет записывать с этой стороны с этой стороны у меня собственно туду и здесь я написала некоторые дела которые точно нужно будет сделать феврале здесь также я буду записывать фильмы я так делаю каждый месяц это те фильмы которые я выставляю в пост и в инстаграм которая стоит посмотреть которая стоит внимание и также видео на youtube если придет какая-то идея обязательно запишу записала также что нужно прочитать две книги но еще не выбрала какие у меня достаточно большой список за скринин поэтому я переписываю периодически дизайнерским решением было нарисовать вот это вот как бы коробку попкорна она не очень удалась но ладно в целом это выглядит вот так и в принципе это уже лучше и ярче чем было в предыдущем ежедневнике в принципе также в ежедневник я обычно так как у меня нет недельного разворота и на каждый день я добавляю вот такие стикеры просто приклеиваю их и записываю если мне что-то нужно поэтому он еще будет разбавлен точно такими бумажками принципе это все я надеюсь вам понравилось может быть даже кто-то вдохновился этими кораблями и спасибо за просмотр увидимся совсем скоро всем пока